Мы уже говорили вчера про введение детей с пищевой аллергией. Сегодня хочется продолжить эту тему в плане развития пищевой аллергии и рассказать о введении прикорма детям как с риском развития аллергии, так и детям, уже реализовавшим этот риск, детям с проявлениями клиническими. Прежде всего, хочется еще раз напомнить ту большую восьмерку продуктов, которые обладают наибольшей аллергенностью, и сказать, что любой из них у детей на первом году жизни может выступать в качестве триггера, может быть аллергеном. Несмотря на то, что мы можем не давать даже эти продукты, ребенок может получать эти аллергены с молоком, кормящей матери. Но несомненное лидерство в этой восьмерке занимают белки коровьего молока, как наиболее частое, наиболее распространенное в питании нашей популяции. Поэтому к ним мы имеем особое трепетное отношение и внимание. Итак, тактика введения прикорма для детей из группы риска. Кто такие дети из группы риска? Это дети, которые имеют отягощенный аллергоанамнез. Напомню, что это дети, у которых есть один или больше родственников первой линии родства, страдающие любым видом аллергии. Будь то пищевая аллергия, будь то бронхиальная астма, будь то поленоз. И этот аллергоанамнез мы обязательно должны выяснять у мамы, которая посещает нас в нашем педиатрическом приеме. Но нужно понимать, что это здоровые дети, дети, которые могут находиться на грудном вскармливании, дети на искусственном вскармливании, которые должны получать смеси на основе частичной или умеренно гидролизованного белка. И в данной ситуации при введении прикорма мы обязательно выясняем аллергологический анамнез семьи и вводим прикорм по традиционной гипоаллергенной схеме. Принципиально это индивидуальный график и индивидуальная схема введения прикорма, так называемый персонифицированный подход, когда каждому ребенку назначается и свой первый продукт прикорма, и последовательность дальнейшего введения, но, конечно, это монокомпонентные продукты с низко аллергизирующей активностью, желательно доказанной аллергизирующей активностью. И мы здесь соблюдаем как национальные традиции в питании, мы знаем, что для нас, для российской популяции, это среди злаковых продуктов гречневые, рисовые, каши, кукурузные, и белые и зеленые овощи, кабачки, цветная капуста, брокколи. И преимущественно использование продуктов промышленного производства, которые могут обогащаться функциональными компонентами, которые могут дополнительно нести защитные в плане развития аллергии действия. Но если уже есть пищевая аллергия у ребенка, как мы рекомендуем в данной ситуации вводить прикорм? Прежде всего, единое правило – это прикорм никогда не вводится у ребенка с острыми проявлениями пищевой аллергии. Нам необходимо дождаться момента, когда ребенок будет либо в подостром периоде, либо в ремиссии по аллергическим заболеваниям. И на фоне грудного вскармливания гипоаллергенной диеты у мамы или на основе лечебной смеси, на основе высокогидролизованного белка или аминокислотной смеси, мы назначаем прикорм в возрасте не ранее 5 месяцев и желательно не позднее 6-месячного возраста, учитывая те риски, которые уже озвучила Вера Алексеевна. Что учитывается? Обязательно причина значимой аллергены. Мы всегда обследуем ребенка, если у нас для этого есть необходимые условия, выявляем антитилак пищевым аллергенам. Учитывается характер скармливания, особенности нутритивного статуса, характер сопутствующей патологии, которые нам дают выбрать первый продукт прикорма. Но в любом случае это либо каша, либо овощное пюре, не соки, не какие-то другие продукты прикорма. Именно эти первые продукты прикорма. У детей с пищевой аллергией или у детей с риском развития пищевой аллергии на первом году жизни мы не стремимся к разнообразию и очень аккуратно и последовательно вводим по одному виду безмолочной каши, если это продукт на зерновой основе. Один-два вида овощей и фруктов, один вид мяса. Обязательно дополняем растительными маслами. Тут уже зависит от предпочтения семьи. Подсолнечное, кукурузное или оливковое масло, которое должно быть в рационе ребенка, особенно в рационе ребенка с аллергией к белкам коровьего молока. Ну и очень большое внимание уделяется тем продуктам прикорма промышленного выпуска, который мы назначаем, потому что мы должны верить составу, мы должны понимать, обязательно читать, не содержат ли те продукты коровьего молока или сухого молока в своем составе, потому что часто родители или врачи, не видя этой информации, они назначают детям, таким образом провоцируют дополнительные обострения пищевой аллергии. И что касается высокоаллергенных продуктов, то в нашей национальной программе 2011 года четко обозначены сроки введения этих продуктов, а это желток, это рыба и это цельное коровье молоко, для здоровых детей, для детей из групп высокого риска и для больных детей, для детей, страдающих уже пищевой аллергией, где указывается, что введение этих продуктов строго индивидуально. И только после достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии заболевания на фоне отсутствия специфических антител. То есть мы обязательно используем методы, которые выявляют их в сыворотке крови у детей, и на основании этого вводим уже высокоаллергенные продукты. Нам бы хотелось представить результаты клинического исследования по оценке гипоаллергенных свойств продуктов прикорма Хайнс, которые мы провели на базе двух детских городских поликлиник города Москвы. Одна поликлиника на северо-западе, одна поликлиника на юге Москвы. И это исследование было проведено силами сотрудников научного центра здоровья детей в период с января по июнь 2014 года. И нужно сказать, что на весь период введения прикорма дети получали только эти продукты прикорма, не получали продуктов прикорма других наименований, других производителей. Какие продукты были использованы? Ну, конечно, это продукты, которые монокомпонентные, которые на зерновой основе – это гречневая каша, традиционные наши отечественные крупы, кукурузная, рисовая крупа. Это плодовощные консервы, это фруктовое пюре из яблока, груши и чернослива. Это овощные пюре из кабачка, брокколи, цветной капусты. И два вида мяса из индейки и кролика. Всем родителям и детям, в зависимости от их нутритивного статуса, в зависимости от того, как они вскармливаются, была введена и проанализирована индивидуальная схема, назначена индивидуальная схема введения прикорма, где в качестве первого продукта было использовано либо каша, либо овощ. И в дальнейшем последовательно дети получали, после расширения прикорма, все 11 этих продуктов, которые мы использовали в питании. Нужно сказать, что все эти продукты не содержат генномодифицированных организмов, красителей, ароматизаторов и консервантов, и соответствуют требованиям, предъявляемым к продуктам прикорма. И при дегустации вся дегустационная оценка всех продуктов составляла в среднем 4,9 по 5-бальной шкале. Кто входил в исследование? Но в исследование были включены 60 здоровых детей. И, как видите, большая часть из них, это больше 50%, 57% это дети с отягощенным аллергологическим анамнезом. Дети, у которых один или более родственников первой линии родства, страдают каким-то аллергическим заболеванием. Дети первого полугодия жизни, именно возраст от 4 до 6 месяцев жизни, на любом виде вскармливания, которые не получали продуктов прикорма. Ну и дети не должны были на момент включения в исследование иметь каких-то нарушений, тяжелых со стороны желудочно-кишечного тракта. Мы оценивали переносимость продуктов, мы оценивали динамику массороставых показателей, биохимические исследования крови, экопрограмму. Но особенно хотелось бы остановиться на переносимости продуктов, динамике иммунологических показателей. Дело в том, что у нас есть возможность с помощью микрометодики исследовать, количественно определять специфические иммуноглобулины Е в капиллярной крови, что было сделано всем нашим исследуемым малышам. Дети в большинстве очень хорошо переносили продукты прикорма. Но, как видите, у всех бывают свои предпочтения, мы с вами тоже неодинаково реагируем на новые продукты. И первоначально отказ от продуктов отмечался всего лишь в 6% случаев. Это по одному ребенку при введении кабачка, по одному ребенку при введении груши, один ребенок при введении кукурузной каши и кролика. Но в дальнейшем все эти продукты мы успешно ввели в рацион путем подмешивания, и все дети их получали благополучно. Реакции пищевой непереносимости. У 9 детей мы отвечали мелкоточечную сыт на щеках или легкую гиперемию кожи щек. И это были несколько случаев на цветную капусту, на яблоко, по одному случаю на грушу и брокколи, и два случая на гречневую кашу с омега-3. Но при исследовании специфических иммуноглобулинов Е в сыворотке крови у этих детей, повышение, все дети соответствовали нулевому классу реакции, повышение значимого не отмечалось. При исследовании содержания специфических иммуноглобулинов Е к пищевым аллергенам, до и после введения прикорма у всех детей проводилось это исследование, статистический анализ был проведен подробный, мы не отмечали повышение иммуноглобулинов Е в динамике, то есть достоверных изменений не отмечалось. Таким образом, по результатам нашего клинического исследования мы сделали заключение о том, что продукты прикорма Хайнц, наши исследуемые продукты, они соответствуют всем требованиям, предъявляемым продуктам прикорма и показателям безопасности. Они обладают приятными органолептическими свойствами, хорошо переносятся большинством детей и имеют низкий сенсибилизирующий потенциал, который подтвержден нашими проведенными исследованиями и может рекомендовать их как гипоаллергенные продукты и рекомендовать в качестве первых продуктов прикорма. Мы опубликовали наши данные, данные наших исследований в двух журналах, это вопросы современной педиатрии и в российском аллергологическом журнале, если кто-то желает, то может ознакомиться с нашими результатами в этих изданиях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...